Военная закалка. Мы приглашаем чуть-чуть Андрея Борисовича. Я извиняюсь за внешний вид, мы вообще шли погулять на набережную и не успели вернуться перед детством в спортивном костюме. Что я хочу сказать? Во-первых, спасибо за то, что организована такая встреча. Я думаю, что она принесет много полезного нам всем. И мы вынесем тут какие-то итоги, наверное, вынесем много полезной информации отсюда. Мы с Сашей буквально перед поездкой сюда как раз разговаривали по поводу уплотнения, по поводу головни. У меня точно такой же вопрос возник. Что делать, если оно вдруг случилось? То я думаю, что америкосы же не дураки, что у них так все с животноводством в порядке. Потому что это у них и есть пожарный случай. Он эту головню пустит через мясо. Конечно. И у него этой проблемы нет. Я так понимаю, что головня у него выскакивает там когда-никогда. Больше трех процентов можно зерна добавлять с головней, с зараженной головней. Не более трех процентов. И то, один даже процент. А кто это сказал? А? А кто это сказал? Ну я просто зоотехник. Нас так учили. Нас тоже в институте учили пахать глубже. Попробуйте. Попробуйте зерном с головней накормить свою скотину дома. Корову, которая у вас есть. Пойдите собирать. Вот. В первую очередь. Яйца у курицы рыбой воня. Кто-нибудь из лоха. Ну давайте так. Я тоже не агроном по образованию. Поэтому со мной спорить бесполезно. Я с вами соглашусь в некоторых местах, которые не знаю вообще. А в некоторых, конечно, не соглашусь. Ну, я исхожу из собственного опыта. И опыта вот, ну, вас в том числе. То есть кто что сделал, кто что получил. Отсюда и будем мы исходить. Правильно? Поэтому про удобрения. Ну, вот Алексей противник. Да, Саша там не очень. Ну, мы по-любому все исходим из экономики. Для нас, кто бы тут ни рассказывал про здоровье почвы, как мы ее любим, что мы оставим своим детям и все прочее, по итогу вы все равно все собравшиеся, вы пришли сюда за деньгами. И на землю пришли за деньгами. Вы пришли сюда зарабатывать, чтобы кормить своих семей, своих детей, ну, и обеспечить свое будущее. Поэтому, ну, будем честными хотя бы перед самими собой. Да? И удобрения, это, наверное, не первая вещь, от которой надо бы нам отказаться. И кто бы здесь что ни рассказывал, у нас у всех разные условия. Даже в одной области мы живем, но в разных районах, и у нас у всех разные условия. У меня есть товарищ, который по прямой от меня 10 километров. Ну, у него практически вся земля находится вдоль побережья моря. У него зимой на 2-3 градуса всегда теплее, летом на 2-3 градуса всегда прохладнее. Я не могу с ним соревноваться. Ну, физически у нас не получается. Потому что даже в этом условия разные. Ты проверяешь? Какой район? Естественно. Какой район? Где? Нет, побережье. Коминтерновский. Одесская область. Коблево. А я нахожусь в Березанске. Это, ну, ближе к Николаеву, но я 30 километров от берега. Всего-навсего. А тоже недалеко. Недалеко, но перепад температур сумасшедший. Ты просто едешь на машине, едешь 34, 34, 34, только подъезжаешь туда ближе, там возле якоря сворачиваешь, хлоп 31. И влажность воздуха. Конечно. И влажность воздуха сумасшедшая. В этом году мы потеряли очень много, потеряли урожай за счет именно влажности воздуха. Никто на это как бы не обратил внимания, я случайно это увидел, когда к соседям пошел, соседи имеют небольшой сад и для ранних денег там посадили клубничку, малинку туда-сюда. А я хожу к ним за ягодами. Я пришел, он говорит, нет ягод, в смысле нет. Он говорит, ну, идем, покажу. Подходим, на кусте висит малина, ее берешь в руки, вот так выдавливаешь, в ней сока нет. Это не томады действуют, нет? Нет. Это влажность воздуха меньше 10% была. Это пустыня. Это жара. Это пустыня. Это даже не жара. Именно влажность. Жара была 30%, но дул северный ветер, почти месяц дул северный ветер, при температуре 30%, влажность воздуха на днем была меньше 10%. И сгорело все. Ну, оно не просто сгорело, оно усохло. Я там как бы занимаюсь немножко семенами. Если при обычных условиях семена, я получаю там с ячменя, ну, 35-40% на выходе, с пшеницы 45-50%. В этом году на ячмене я получил 17-18% выход семян. Всего на все. По пшенице получилось в районе 28-27% выхода семян. То есть настолько, как бы, щуплое зерно было, потому что оно просто высохло. Степло зеленое стоит, а семена не набирают, ну, нет влаги в семенах. Хотя малина была зеленая, правильно? Малина была красная. Нет, я красная поспешная, а сами пуская. Конечно, все зеленое, то есть все забрал на себя воздух. То есть получилось просто как бы пустыню. Это знакомо. Поэтому я говорю, тут не... А у товарища 50 километров от меня, там, Березовский район, у них прошло, там, в 20-х числах мая прошел дождик, и они получили своих 60 центнеров. Потому что дождик упал, солома не дает уйти влаги, у них там все равно свой микроклимат сложился в этом кусту. Влага все равно идет с почвы, поднимается вверх, то есть влажность больше. То есть микроклимат свой получился из-за того, что прошел дождик. И они получили 60 центнеров. Вот как бы и все. Поэтому никогда нельзя сравнивать и говорить, вот он я сделал, и я так сделал. Не получится. Может, один раз получится, а пять раз не получится. Ну, не надо так оголтело там переходить. Плюс я с Сашей говорю, мы все как ненормальные бежим, да, с этими опытами. Кто впереди и кто как быстрее сделает. Я говорю, может быть, стоит собраться, да, и решить, какие опыты нам всем нужны. И разделить их между собой. Потому что мне одному надо будет всю жизнь заниматься этими опытами. А я не хочу всю жизнь на это потратить. Может быть, стоит определиться там с нормами высева, понятно, да, с нормами внесения удобрения, там, с применением фунгицидов, инсектицидов. То есть распределить какие-то опыты между собой. И провести их, допустим, каждому дать там по три штуки. Провели, собрались через год и обсудили. Ну, это будет правильно. Опять же, такие вещи, которые применимы во всех зонах выращивания этих культур. Потому что условия как бы могут меняться, но принципы остаются одинаковые для всех. Физиология растений остается... Конечно, этого мы изменить не можем. По поводу удобрений из своих, из своего опыта жизненного, даже вот по этому году скажу, то, что вот Вадик говорил, он внес селитры 200 килограмм, разницы не увидел. А я вам расскажу, там, опять же, да, что-то лимитирующий фактор был какой-то другой, никак не азот. В этом году случилось так... Ну, не по... Ну, может быть, и я, конечно, не давал. Была у меня касса, была селитра. И зимой дал команду внести. Ну, я знал, что мне на 500 гектаров не хватит касса. Я сразу вносил по 200 литров. Ну, не делал никаких дробных внесений. По одной простой причине, у нас очень сухо весной. И очень быстро наступает температура, ну, поднимается температура. И, ну, нет таких возможностей вносить 4 раза там частями. Поэтому мы вносим один раз, и как можно раньше. Потому что даже потом, может, и не быть возможности внести, будет сухо, и нет толку. И 8 февраля мы вносили этот касс по всем культурам. Ну, и на 500 гектаров у меня было 50 тонн селитра, который сказал, по 100 кг кинуть по пшеницам, там, ячменя, произнести. По 100 кг на старт как бы было. Ну, работники себе переиграли в свою пользу. Решили меньше сделать работы, но быстро. И они по 200 кг закрыли пшеницу, а на ячмень ничего не дали. Ну, понятно, касса-то я докупил, но внести его, ну, как бы я его внес уже 20 марта. То есть, когда я его получил. Ну, и тоже сделал опыт такой, там, 160 гектар было поле, я 20 гектар ничего не дал. То, что с посевом дал 200 кг сульфамофоса, и больше ничего, ну, уже селитры их не набрал. Думаю, проверим. Потом 20 гектар дал 200 кг селитры, 20 гектар дал 100 селитры, 100 касса, и потом все поле закрыл кассу. Те поля ячменя, которые я внес по 200 кг, касса 8 февраля, я получил 49 сантиметров в среде ячменя. Те поля, которые я внес 20 марта, я получил 37. И вот эти поля, вот эти участки на этом поле, там, где ничего не дал, 35, там, где дал по 200 кг, но в разные формы, получил 37. То есть прибавочку всего 2 центра. Арифметическая погрешность. Арифметическая погрешность. Ну, я к тому, что 20 марта это не поздно. Просто у нас после внесения, в марте, аж только после внесения, только в апреле, 16 апреля, грубо говоря, через месяц, выпал дождь, 20 мм, и все. И там, где я внес в феврале, 8 февраля, мне ячмень был, ну, в общем, вам ниже пояса. И нормальный, как бы, ячмень себе вырос, отдал 49. А там, где внес 20 марта, и дождь пошел в апрель, я зашел в тот ячмень, он так поднял руки, и он мне был вот так вот, по подбородок. Я, конечно, думал, что я там получу вот такое урожай. Получил немножко вот такое. То есть массу он выгнал, а результата зерно не дал. Поэтому с удобрениями тут тоже. У нас самый главный лимитирующий фактор – это влага. В этом году мы еще попробуем вообще внести азот пораньше, даже, может быть, вот в декабре. Посмотрим. Ну и сделаем, конечно, контроль, и поглядим, что из этого получится. Я тоже не хочу его вносить. Вы как много носите при наутиле, столько много носите. Удивительно. Что-что? При наутиле столько много носите. 200 килограмм того. Вы прям сердитесь. Ну это ж вообще 56 килограмм. Вы же боитесь на червей? Ну они же семена выращивают. А черви? А микроорганизмы? Ну, у меня микроорганизмы еще дома есть. Если я туда ничего не дам, то я ничего не получу. Они меня съедят. Да. Я просто ничего не получу. Ну, так у нас. Ну, а черви есть? Андрей, там организм. Обработники. А? Такой подкормки черви водятся у вас там? Ну, наверное, есть. Я их не проверяю. У нас черви есть, когда есть влага. Вот когда дождик прошел, идешь, и птички по полю ходят, они червей собирают. А дождя нет, то там ничего нет. Какую я там буду биоту выращивать, если она у меня там на 50 сантиметров земляшу бетон? Ну, какая там биота, там ничего не растет. Ну, весной, зимой смотрите погоду. Вернее, это самое, черви смотрите. Когда все эти весной черви... Да я их не смотрю. Зачем мне на них смотреть? Ну, от того, что я на них посмотрел, что их станет больше... Да, они же все делают. Они же всю биоту делают. Ну, и пусть делают. Я же не спорю с ними. Проблема. Ради богу. Я вам просто говорю, что для меня проблема влага. Вот, ну, чтобы было понятно, может, не все знают, ну, как у нас... Бывает плохо, бывает плохо. А сколько выпадает осадка? От 200... Ну, за 17 лет у меня два года подряд было по 160 миллиметров. Ну, это 25 сантиметров. А что-то пустыня какая-то, я не знаю. Да, не может такого быть. Ну, 160, ну вы чего? Ну, поэтому у нас... У нас не понятно. Я же не сказал, что это каждый год. Я говорю, за 17 лет был период, два года, 2005-2007 по 160 миллиметров. Чтобы вы понимали... А максимально сколько? Максимально было 570. Это раз в 7 лет у нас это происходит. Но когда этот год будет, мы никогда не знаем. А 160 миллиметров, сколько урожай? Когда мы его не ждем, брат? Я уже не помню, это было 2005-2007, ну... Ну ладно. Скажем так, первые деньги, реальные деньги, мы за 2005-2007 мы еще как-то там пахали, как положено, дисковали, да, и набирали банк земли. Поэтому там на этот урожай никто не смотрел, у меня был дополнительный доход, и я со стороны туда приносил деньги, я не жил с колхозом. Да, первые деньги мы заработали все, в принципе, ну и все люди, которые меня окружают там в колхозе, мы заработали все в 2010 году. Тут как раз у нас сложился такой дождливый год, все удачно посеяли рапс, все его удачно продали, и в тот год рапс стоил, и пацанок стоил по 700 долларов, рапс стоил 1000 долларов, ну, если пересчитать, а пацанок стоил 700 долларов тонны. Вот в тот год все заработали денег, все, в принципе, приподнялись. Капульска стоила 12 гривен. Берите. Все купили импортные, сразу комбайны себе покупали, то есть все, люди заработали денег. Вот это был первый год, когда все стартанули, а так до этого все ковырялись там неизвестно в чем. Поэтому у нас с влагой проблемы. По прошлому году, вот, ну, чтобы как бы было понятно, в июле у меня был дождь, но был 17 миллиметров, промокла вода, я посеял рапс. В августе был 15 миллиметров дождь, но он вот так опять промок. Но то, что ниже было сухо, то есть влаги там, ну, это не сказать, что это влагонакопление не было никакого. Вот, сын прошел и испарился, прошел и испарился. В сентябре опять прошел дождь, 17 миллиметров я посеял на 3 сантиметра пшеницу, ячмень и получил всход. Потом у нас дождик был там в октябре, 24 октября прошел 10 миллиметров. В феврале 4 миллиметра, ой, в ноябре 4 миллиметра, в декабре 0. И только в январе у нас выпало 51 миллиметр осадков, и только в январе у нас соединилась влага. И все, и потом в февраль 7, март 8, апрель 20. И на этом влага у нас закончилась. Влага соединилась, вот это самое главное. Да, я сделал анализ за это. У нас пробивают скважину на 150 метров, и дебет скважины 3 куба в час. То есть грунтовый хват практически нету, не оказывает приятия. Нет. Ну а поэтому... Так, а сейчас хорошее дождь прошли, да, вот это сейчас? Да, с материковой. Поэтому вот, а, не пыли у вас. Но есть влага, допустим, на глубине метра. За эти дни? Она же никуда не делается, она все равно как-то накапливается, но отсюда эту влагу никак не запираем. У нас же сосны не растут там елки. Это вам так нравится. Я вам просто рассказываю, что вот как бы я сделал анализы почвы на наличие влаги в метровом слое. У меня получилось в марте месяце влаги от пятидесяти трех до девяносто миллиметров в метровом слое. Это все ниже нормы. И даже вот в этих условиях, в принципе, можно получать зерновых, там, сорок-пятьдесят центров. Ну, при правильном подходе. Поэтому я применяю удобрения. Если я их не буду применять, я не получу. У меня соседи есть рядом. Пример. Они не вносят удобрения. Ну, они селку купили без удобрения. ДМСшку. Они работают уже там лет восемь на ДМСшку. Ну, лет семь, наверное, ДМСшкой. Без удобрений аналогии. И, ну, такой год в нормальный, более-менее влагообеспеченный, там, 25 сантиметров. Все. На эти деньги, ну, жить можно. Но развиваться нельзя. Ты не можешь ничего себе позволить. Это деньги на покрытие расходов и какой-то там маленький бонус для того, чтобы, ну, покушать, там, что-то одеть на себя. И все. То есть уже новую селку купить не за что. Ну, не получается. А для нас самые рентабельные культуры пока на сегодняшний день это именно зерновые. Мы живем со зимой. Все остальное у нас, ну, не растет. Лен 10 сантиметров. У меня максимальная урожайность была в один год. Ну, такой, тоже с влагой было неплохо. Это 18 сантиметров. Один раз. А так 10 сантиметров. Лен 10 сантиметров. Горчица. Опять же, это если по 100 килограмм все равно азотных, я туда дам. Если я туда не дам, то урожайность 5. Все. Ну, там занимаетесь? Ну, там занимаемся. Ум нами занимаются. Все как обычно. Первый раз посеял мут, убрал, цена 1000 долларов за тон. 50 рублей стоит. Супер, блин. Потом засеял 400 гектаров. Цена 50. Мы 800 посеяли. Так что, ну, такая штука, которой надо заниматься постоянно. То есть, один раз начать, никогда не надо бросать. То есть, если бросишь, потом опять не наверстывать. То есть, если вы семена развел, поддерживай их по чуть-чуть. Никто же не заставляет сеять сумасшедшие гектары. Правильно? Ну, вот в этом году я не сел, потому что, ну, и сел, но 400-300 гектаров. В этом году ничего не буду сеять, потому что у меня еще лежит 500 тонн нутов. У меня есть элита и первая репродукция, но у меня все есть. И в этом году, опять же, к вопросу силу оборота, да, силу оборота я не могу выстроить, ну, человеческий, потому что у нас каждый год разный. Вот в этом году сложились условия, что я там посеял там вроде пшенички 300 гектаров по полтора миллиона. Сижу, жду, дождь обещали, дождь не пошел. Дальше сижу. Хлоп, дождик нарисовали. Побежал, еще 300 гектаров посеял. В 400 дней. Уже по 2 миллиона. Сижу, жду, дождь не пошел. Все лежит. Вот это мой голос. А потом уже опланировано. Потом смотрю, опять дождь нарисовали. А у меня лежит там дорогая семенная пшеница немецкая. Там элиту взял за сумасшедшие деньги. Ну, думаю, ладно, ее посею по три. Посеял, а дождь опять не пошел. Сижу как пост. Еще гектаров посеяно. С разными нормами. А влаги нет. И уже так заглянул в долгосрочный прогноз. Написали, на 25 октября возможно будет дождь. Был? Ну, и сидим, нос опустили. Тут смотрю, уже даже не заглядываю в прогнозы. Ну, без толку, что в них смотреть. А тут что-то сутрица клоп открыл. Смотрю, на два дня дождя нарисовали. Думаю, да не может быть. Подожду до вечера. Вечером открываю. Уже два сайта прогноз подтверждаю. Заряжаю. Быстренько побежали. Засели 300 гектаров. Ячменяю. По полтора миллиона и дождь пошел пятого в север. То есть у нас, да, дождь прошел и прошел вдоль берега моря, грубо говоря. То есть вот на север он как бы не попал. То есть там, где у нас выпало 30 миллиметров, у них выпало там 10, 11, 9. У кого как. Поэтому у них проблема со всходами. Ну, это у них первый раз в жизни. А мы так все время живем. У нас так всегда, у нас от этого стресса нет. У меня товарищ есть. Он месяц мне не звонил. Обиделся. Я, говорит, мне даже, говорит, жаловаться не буду. Ну, что тебе жаловаться? Ты, говорит, так живешь. А я, говорит, не привык. У меня все, трава. А потом, говорит, я так посидел, подумал и вспомнил один раз. Когда мне там один умный, так, дедушка, агроном сказал. Говорит, не переживай, пусть земля отдохнет. Она потом тебе воздаст. Говорит, не нервничай, все будет в порядке. Поэтому...